Идеальный монах Неизвестен миру вообще Человек полагает, а Бог располагает О чем мечтают священники? Больдливой корове Бог врагов не дает Здравствуйте, дорогие мои Мы с вами немножко поговорим на интересные темы Кто я такой? Как меня зовут? Зовут меня Игумен Валериан Я священнослужитель Киевской митрополии Украинской Православной Церкви В этом году 28 лет, как я в священном сане У меня тогда к вам первый вопрос Скажите, пожалуйста, как вы стали священником? 19 января 92 года В этот день на литургии я стал священником И мне сразу после литургии дают такой черпак И, значит, верующим У нас обычно вот по традиции Тот, которого только рукоположили Наливают воду А в этот день священники служат в белом облачении А обычно молодой священник, которого только рукоположили Он тоже в белом облачении Ну и я, значит, как и все в белом облачении стою, разливаю Уже весь мокрющий, уже два-третий час пошел Я всю воду раздаю, разливаю всем идущим Тут один из старших батюшек Преподаватели проходят И рыбачка Пусть меня кто-то подменит Говорит Ты что? Тебе такое доверие, честь оказано Ты молодой священник, давай Молодой еще Стой, разливай Рыбачка, я не могу Мне уже сейчас службу начинать надо А новопоставленный священник, он служит несколько дней подряд Кто-то семь дней, кто-то сорок дней Говорит, мне уже службу надо начинать То есть подменить меня кем-то Вот такое вот воспоминание Говорят, Бог тот солдат, который не хочет стать генералом Вот А о чем мечтают священники? Разные по-разному, это тоже люди Давайте так Значит так По поводу солдата, который мечтает стать генералом Есть еще одна очень неплохая мудрость Каждый служащий стремится достичь своего уровня некомпетентности Как следствие, работа все еще выполняется теми, кто уровня некомпетентности еще не достиг Если ты хороший солдат Это не значит, что ты будешь хорошим генералом Хорошим стратегом Хорош генерал, который когда-то был солдатом Вот я просто по своей практике, я помню У нас был офицер в части Который поступал в военное училище после года срочной службы Ну, понял, что его и пошел курсантом дальше учиться Это раз Во-вторых, у него в соседнем гарнизоне там Служил младший брат родной, солдатом Он сам был солдатом Он знал, как это Он как-то не знаю Мне очень приятно было с этим человеком даже через много лет Пообщаться по переписке Очень теплый след оставил Были офицеры, которые солдат за людей не считали И генералы такие, наверное, бывают Некоторые священники там мечтают быть каким-то очень-очень главными Ну, у нас епископат традиционно из монашествующих Есть монахи, которые откровенно мечтают быть епископами Есть прекрасная история такая Про одного монаха, который жил в монастыре И очень хотел быть епископом Мечтал, 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 мечтал Но не сбылось Помер И вот вынесли его из кельи Разбирают его пожитки немудренные И находят чемодан Открывают Там лежит заготовленное епископское облачение И речь перед епископством на наречении Никогда не мог даже представить себе А вот так Человек полагает, а Бог располагает Честно Знаешь, есть и другой подход к своему монашству Один из замечательнейших людей, которых я встретил в своей жизни Это покойный, умерший чуть больше года назад Геронта Григорий Дахиарский Игумен афонского греческого монастыря Дахиар Он говорил это, и я сам от него слышал Во время своей встречи с ним Говорит, идеальный монах Неизвестен миру вообще То есть, если ты вот сказал, что ты монах Ты даже не представляешь Жив ты, не жив Да, может быть Для моего личного монашества Даже участие в передаче чем-то не полезно Тут, знаешь, кто-то узнал о том, что существует Ну, ничего, я постараюсь, чтобы Не вы, не телезрители мной Не обольщались Нет, не меньше смотрели А не обольщались Мной Вот, надеюсь Так вот Но тот же Геронта Григорий, он сказал Говорит, но даже в условиях Самого такого жесткого пустынножительства Даже в условиях афона Говорит, максимум 4 года То есть, через 4 года О твоем существовании уже знают Потому что ты вообще-то еще не умер Там или умер Вот Поэтому вот так вот О чем мечтают священники? Да каждый о своем Понимаешь, система должна быть Адекватно пользователю Бог подает не только священнику Да любому человеку Он подает нам не желаемое А благопотребное То есть То, что тебя не убьет Не искалечит Если ты скажешь Господи, дай мне Там цианистого калия Или мешок героина Очень хочу употребить Бог тебе в этом не будет помогать Чтобы ты не погиб Бог подает нам То, что мы желаем Во-первых, он хочет, чтобы мы сами Определились в своих желаниях Он хочет, чтобы мы Научились отвечать На простой вопрос Который задал сын Турецко-подданного Кому? Шуре Балаганову Помните, как звали сына Турецко-подданного? Остап Мария Остап Мария Ибрагим Бендербей И что он спросил? Скажите, Шура, пожалуйста Только честно Сколько вам нужно денег Для счастья? Сто рублей? Нет, вы меня не поняли Не на сегодняшний день, а вообще Для счастья Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете За полную счастье? Да 6400 Ну не в коня оказался корм, да? У Балаганова оказались Руки заведющие Глаза загребущие А пупа без дна И он за трешкой полез в карман И в результате все потерял Священное писание говорит Не насытиться Око зрением А Ухослушанием Человече Определись Сколько тебе надо Для счастья Только подсчитай Точно И когда ты Внутри Станешь достоин Это переварить Воспринять Бог Откликнется На твою просьбу Знаете, говорят Еще Бодливой Корове Бог Рогов Не дает Священники Понимаешь Священники же не с луны прилетают Они все отсюда Они разные Если среди них недостойные Конечно Поверьте Ни один мирянин Не видел столько Мразий в рясах Сколько любой Из священников И такие бывают Пусть их немного Но Даже на Тайной Вечере Один из 12 апостолов Был Иуда Тайная Вечера От этого не умолилась Одного богослова Спросили Скажите А сейчас много Недостойных священнослужителей Говорит Нет, что вы Их постоянно одно и то же число Каждый 12 То есть Все Поменялись декорации Это где-то так же Это условно О чем бы священник Не думал В 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 Жизни Но главным Остается Финальный За счет Правильный Получить Мы ведь Рождаемся Приходим В этот мир Не дровами Для ада А для святости Ну вот так Большинство 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 Войн Они Религиозные Скажем так На земле Которые происходили Не большинство Ну большое количество Большое количество Хорошо Может ли Можем ли мы Предположить Что если бы Мы Избавились от религии То Стало бы меньше войн Значит Знаешь Есть такая притча Она довольно старая Уже не помню Из его авторства Когда люди пришли К Богу Говорят Господи Почему вот так Почему вот этим Все войны Там Бог говорит Меня это Огорчает Больше чем тебя И они понимают Зачем вы воюете То есть Бог дал человеку Свободную волю Он не дергает нас Как марионеточки Мне выбирать И Настоящее Любящее Христианское сердце Оно хочет человека Не наказать Не истребить А исправить Вот теперь Представь себе Он Он думает Не так Как ты То есть Тут Это называется Война За идею А идея Может быть любая Религиозная Политическая Есть война За материальное Есть война За какую-то идею А поверь Дьявол Человеку Подсунет Что за эту За свою веру Умирают А не убивают На самом деле В жизни Человека Есть Вот так вот Пятерочка Вещей На руке За которые Не жалко Отдать Свою жизнь Или Забрать Чужую Есть такие Вещи Но Если ты Взявший Меч От меча И погибнет Если ты Решил Выбрал Путь Воина Если ты Взял в руки Оружие И решил Убивать Заранее Приготовься Быть Убитым Хагакуре Я долго Исследовал Путь Воина И пришел К выводу Что путь Воина Это путь Чего Смерти Только тот Кто уже Простился Своей Жизни Может Одержать Победу В бою Когда ты Перестаешь За нее Цепляться Да Теперь О Религиозном Аспекте Воин Кто из вас Смотрел По-моему Года три Назад Вышел Американский Фантастический Фильм Прибытие Райвел Про Барышню Филолога Контакт Не смотрели Смотрела Там был Прекрасный Момент Когда ее Представители Спецслужб Приглашают На это Задание Она Изначально Отказывается Говорит Вы наверное Обратитесь К профессору Такому Вполне Возможно Говорит Спросите Тогда Его Как Он Переведет Санскрита Дословный Перевод Слово Война Когда они прилетают На вертолете За ней второй раз Говорит Вы его кстати Спросили Говорит Да Что он Сказал Сказал Конфликт Противостояние Говорит Чушь Дословно Это переводится Хочу Твоих Коров Да То есть Я не знаю Я не знаю Санскрита Я не знаю Так Или это Но В русском Переводе Фильма Это было Как-то Так То есть Понимаешь Для древнего Человека Повод Для войны На самом деле Поводов Для войны Не так-то Много У меня возникает вопрос Смотрите Ядовитая змея В поединке С другой ядовитой змеей Никогда не применит Свои зубы Они будут подниматься Вверх Они будут виться Будут падать Одна будет стараться Завалить другую Но Одна змея Никогда не укусит другую Тигры В ритуальной Неритуальной Схватке Никогда не убьют Друг друга Хотя у них Есть такие возможности У них есть Острейшие когти Острейшие клыки Почему тогда Человеку Нужна мораль Нужна религия Нужны люди Которые Ну там Говорят Что они проводники Воли Божьей У меня Это все Сформировано В более стройную вещь Мы отличаемся тем Что Животные В этом мире Это нечто Похожее На НПС Непись А мы Каждый Из живущих Людей Это юзер Большой Онлайновой Игрушки Под названием Жизнь Более того У этой игрушки Есть создатель Хозяин сервера И системный Администратор Однажды Он Приходил В эту игру Простым Пользователем Причем Начав Не С царя Или Война Или мага Восьмидесятого Левела А начав С нулевого Левела В Вифлеемских Яслях А если сервера Упадут? Не упадут? Не упадут А Но будет Концовка Игрушки Она Конечная Когда будет Большая Заставка Для всех Всем спасибо Все свободны Game over Реальный Финал Итог А кто Админ? Он Он Священник Не проводник Инструмент Инструмент В его руках Хорошо Если не ржавый И не тупой Он Себя Должен Постоянно Пинговать И проверять Чинить Понимаешь Когда говорят Вот я не могу Исповедоваться Перед каким-то Человеком Да нет Родной Ты перед Богом Исповедуешься Этот священник Он Только свидетель Твоего покаяния Когда он тебе Дает совет Он не врач Он Инструмент В руках врача Скальпель Тампон Если хочешь Вот Но Для того Чтобы быть годным Я ведь не только Других людей Исповедую Я и сам Тоже исповедую Другому священнику Я себе Не могу Дать Совет Не могу Потому что Я сам Себя За волосы Не могу Вытащить Из болота С психологами Тогда эта схема Работает Если Ты Исповедаешься Психологу И он Будет свидетелем Психология Ну Ты знаешь Даже психотерапевты Они имеют Своего Психотерапевта Да Чем Отличается Духовничество От психологии Разные Плоскости То есть Психолог Есть вещи В которые Священник Духовник Не имеет Права Вообще Лезть У нас была Прекрасная Лекция Батюшки Вы на себя Много не берите Вот тут Заканчиваетесь Вы Вот тут Заканчивается Даже психолог Вот тут Начинается Психиатр Стационар И таблетки У меня В моей Священнической практике Бывали случаи Когда подходит Человек Ну смотришь Адекватный Мне назовешь Он со мной Советуется Как со священником Я Разумно Доброе Вечное У доктора На учете Да Пилюльки Принимаешь Не всегда Я говорю Это грех Ну хворенький Он Понимаешь Это Это присуще Опять же Возвращаясь К компьютерной Игрушке Его персонажа Его модели Кривенькая Она Со сбоями Сбоит Где-то Что-то Подглючивает Христианин Выверяет Себя По Христу То есть У него Есть Вот Эталонная Система Знаешь Как Любой контрольно-измерительный Прибор Периодически Носят В киповскую Лабораторию На поверку Чтобы Чтобы У тебя Линейка Представляете Резиновую Линейку Которая Кривая Сантиметры Разной Длины Ничего Толкового Такой Линейкой Не сделаешь Вот точно Так же Выверяешь Себя По Христу Если У самого Не получается Я обращаюсь К твоему Наставнику Причем Не говорю Слушай Ты такой Хороший Замечательный Подскажи Пожалуйста Как вы Достали Не перевариваю Тебя В первую Очередь Братик Ну Успокойся Все Ни вольник Ни богомольник Бог не делает Ни вольник Он дал Свободную Волю Вера Вот Момент Который теряется Немножко При переводах Это прежде всего Доверие Вот Подобно Тому Как ребенок Доверяет Своему Отцу Который Его держит На руках Да Или когда Папа берет Тебя Подбрасывает Понимаешь Что ты Не гупнешься Он тебя Поймает Ребенок Смеется От этого У него Дух захватывает Восторг Я лечу Он знает Что отец Его держит Я доверяю Своему Богу У меня Есть Тот Критерий Тот Эталон Тот К кому Я могу Апеллировать В конце Концов Есть Ближние Каждый Человек И вот Эти Вот Две Заповеди Как Практическое Исполнение Их Заключаются В двух Вещах Молишься То есть С Богом Общаешься Кричи Сердцем Ори Ори Подобно Тому Как Вот Знаешь Я все время Привожу Этот пример Двор На улице Вдруг Потемнело Резко А детвора Еще бегают Вдруг Открывается Окно И там Мама Высовывается Вадик Вадик Она же Не только Ртом Кричит Она Сердцем Кричит Она Переживает Как Он Там Так Вот Молишься Обращаешься К нему Кричи Сердцем Не бойся Это Порой Бывает До Хрипоты Общаешься С любым Человеком Обними Его Сердцем Я Сам Ловлю Себя На мысли Что я Не всегда Это Выполняю Иногда У меня Озлобление На кого-то Но это Не делает Мне Чести Господи Я Слабый Ну Не сильнее Лошади Или Самосвала Во всяком Случае А ты Всемогущий Сам Будь Моей Силой Моим Помощником Там Где Не хватает Никаких Моих Сил Господи Я Ненамного Умнее Табуретки А ты Сама При Мудрости Сам Будь Моей Мудростью Моим Подсказчиком Ответь За Меня Напиши За Меня Зай За Меня Контроль Напиши На Меня Диктант Там Мне Не хватает Моей Мудрости Боженька У меня Не то Что любви У меня зла Порой на людей Не хватает А ты Сам Есть Любовь Вот Восполни Это Любовью Своей Обними Это Помоги Этому Человеку Можно найти Храм Приход Себе По сердцу Где Ты Не будешь Одинок Где Ты будешь Чувствовать Себя Не захожанином А прихожанином Не зрителем А соучастником Частью Всего Этого В хорошем месте Тебе просто Подскажут Как это Сделать Мы еще Можем Много О чем Поговорить Я думаю Не последняя Встреча Приходите Сами Приводите Друзей Благодарю 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 Продолжение следует Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok